Дорогие друзья, вы знаете, я сегодня прочитал, что могут дать даже короткие такие уроки человеку. Поэтому я вот хочу ответить человеку, написавшему. Сначала притчу такую. Хасид пришел к своему рыбу и говорит, учитель, я вот слушаю твои уроки, хожу к тебе, но не уверен, что они делают меня лучше. Не получается мне исправить себя. Я вроде как и вот да, и потом срываюсь. И Раф ответил, возьми два глиняных горшка. Один с медом, один пустой. Ну, взял. А теперь налей мед из одного горшка в другой и так вот несколько раз. Снова сделал чек. Теперь посмотри, он говорит, на пустой горшок и понюхай его. Ну, тот взял горшок и говорит, пустой горшок пахнет медом, а там на донышке что-то остается густого меда. Вот, сказал Рэббер, любые духовные уроки оседают в твоей душе и незаметно улучшают ее. А небо, видя твои старания, во многих случаях отводит от тебя неприятности и потери разные, которые могли бы быть, но благодаря, например, нашим урокам в том числе были отменены. Просто человек этого не знает, ведь обратите внимание, даже земная хозяйка не сыплет перец в горшок, который пахнет медом. Так и Бог часто спасает нас, если мы пытаемся сохранить в душе хотя бы начало какие-то праведности. Так что мы занимаемся очень полезным делом. Вообще в человеке главная душа, а мы кормим душу. Если кто-то думает, что ничего этого нету, ну вот знаете, вот люди читают кадрыш по ушедшим, да? А зачем вы читаете то, что если вы считаете, что там ничего нету вообще дальше? В этом мире человек все время что-то делает, работает, но для себя нормально, но в основном то надо понимать другое, душа это. Для кого, короче, для себя? Вот я для себя, я для себя, а ты кто? Ты тело или душа? Вот обратите внимание, человек ушел из этого мира, лежит тело, с ним разговаривают, почему он не ходит, что изменилось? Ну, такое же, как было, душа из него ушла. Душа, вот работать-то на себя нормально, только работать на главное, на душу, а не все время на скафандр. Смотрите, вот чем человеку свинина вредит? Да ничем, много людей едят и кушают. Чем шерсть в стальном? Чем? Да ничем. Душе она вредит, она не вредит телу. Как сказал замечательные слова из Раховкин, душа похожа на звезду за тучами. В нее не верят, а она светит. Кстати, вот, например, говорят каббалисты, что если женщина много тратит на одежду или пытается покупать что-то, значит, в ее сердце не хватает чего-то, не хватает к ней любви, заботы. И это недостача духовного характера, никакого отношения к телу не имеющего, это так, как кажется. Сегодня человеку сложно вообще, как и никогда. Развитие технологий, поток информации, часто сомнительного направления, разрушают человека. Образ жизни современного человека угрожает развитию души вообще, она убивает ее, вбивает в себя. Смотрите, что происходит. Нет времени остановиться, чуть-чуть задуматься, не получается. Все, кроме глубины написано, мудрецы сказали, все поверхностно, душа приглушена. Она пытается защищаться, как? В худшем случае, наркотики, участие в каких-то утопиях, обман какой-то иначе духовных каких-то псевдооткровений. Все с помощью испорченных технологий. Или выбирают лучший, ну опять-таки, эрзац вариант, дзены всякие, йоги и другое. Но мудрецы сказали, это суррогат. Поэтому даже короткое прикосновение к мудрости, небо целительно и полезно. Говорили, кстати, мудрецы, что важнейшая забота о душе, это еще одна причина быть в чем? В радости. Почему? Обычно мы ощущаем тело, душу слабо. Радость приводит нас к такому состоянию, в котором душа чувствуется больше, чем тело. И когда царит вот эта радость настоящая, да, материальность занимает меньше места, в том числе по отношению к другим людям. Мы можем раздавать себя, мы больше чувствуем внутри себя, начинаем больше душу, а у другого, кстати, человека тоже это помогает нам в жизни. Когда человек ест какую-то испорченную пищу, это может быть ему плохо. То же самое с духовным. Точно так же, если что-то плохо влияет на душу, или вообще ее не кормить, то понятен результат. А дальше начинает человек искать причины депрессии, разных болезней, оно понятно. Поэтому мы с вами, хоть и маленькими уроками, но кормим душу. Был такой рабин Минахим Нухин. И он объясняет, что есть интересное явление в Торе. Двойное повторение имени. Вот там Авраам, Авраам. Яков, Яков. Бог когда обращается. Маше, Маше. В таком повторении, почему такое было? Заложен глубочайший смысл. В каждой душе есть корень наверху в духовных мирах. И повторяя имя человека два раза, Тора тем самым подчеркивает, что внизу в материальном мире он такой же праведник, как и наверху на небесах. Авраам внизу такой же, как корень его душа наверху. И вот пребывание в теле, в нашем вот этом нижнем мире, его совершенство его не испортило. И многих, к сожалению, портит. Вот в книгах о Резале говорится, что командировка в наш мир приносит душе человека громадную пользу. Это дает ему возможность заработать уготовленное ей благо, а не получать его даром. Дело в том, что наша душа по природе божественна, так как происходит от него написано. И Резаль сказал, что все от Творца мира душа наша. Не просто там, да. И для нее характерно что? Стремление одарить другого, сделать хэсэд. И противно получать даром. И отправляясь в наш мир, душа обретает возможность зарабатывать божественное благо. Так сказал Резаль, надо вдуматься, иди и отправляйся в этот мир для пользы, в этот нелегкий мир. Да, сложный мир. Мы пришли в этот мир кормить душу. Мы об этом часто забываем. Вот это причины страданий человека и мира. Поэтому надо просто радоваться тому, что у нас есть возможность послушать урок. Радоваться тому, что мы можем открыть книгу. И не менять это на всякие заменители. Брахавы от слоха, хороших и долгих нам уроков.